Здравствуйте! В этом видео-сюжете я вам расскажу, как пользоваться твердотопленным котлом торговой марки Kronos. То есть я расскажу, как его разжечь, какие нюансы нужно отслеживать, чтобы котел работал правильно и вы остались довольны. Итак, первое. Вот, допустим, установили у нас котел, существует обвязка, и мы хотим его разжечь. Что прежде всего нужно сделать? Прежде всего нужно убедиться в том, что в системе присутствует давление. То есть смотрим на манометр. Допустим, на холодную нужно накачать в систему не более 1 атмосферы. Достаточно от 0,6 до 1, не более. Затем убедились, у нас давление в системе присутствует. Смотрим на запорную арматуру. То есть в системе обязательно присутствуют краны. Краны должны быть все открыты, естественно, чтобы котел не закипел. Третье. Мы должны убедиться, что вот здесь в котле присутствует шиперная заслонка, которая позволяет регулировать тягу. Мы должны убедиться, что она находится в положении открытого. То есть заслонка вот так стоит там в середине дымохода. Если заслонка будет закрыта, то мы фактически не сможем растопить котел. Дым будет идти в обратную сторону. Итак, убедились, что у нас все сделано. Приступаем к растопке котла. Открываем загрузочную дверь. Вот у нас дрова так есть. Здесь снова, конечно, не очень, немного влажноватые. Не важно. Достаточно будет просто посмотреть. Закладываем дрова в топку вот таким образом. Желательно стараться, чтобы дрова ложились как можно плотнее. Чем мы плотнее уложим дрова, тем дольше они будут гореть. То есть одна закладка будет гореть. Потому что мы таким образом сможем больше вместить в полезный объем количество топлива. Очень важный момент. Котел является котлом верхнего горения. Поэтому это очень важно делать. Мы загружаем котел от столосников до верху. Оставляем немножко места для огня. Попрошу оператора снять, как это примерно выглядит. Я еще немножко не догрузил. Вот. И рожек мы производим сверху. То есть вот сейчас я наложил основные дрова. Потом сверху щепочки сосновые, бумажку и зажгу сверху. Чтобы котел горел как свечка, так сверху вниз. Это правильное отопление этого котла. Итак, я котел загрузил. Конечно, я не очень старался. Не очень плотно получилось, но для сюжета будет нормально. Вот уложил бумажки. Сверху тоненькая сосна. Сосновые щепочки. Конечно, они очень влажные. Но постараемся жить с первого раза. В боевых условиях. Очень важный момент. Сейчас, перед тем, как я поднесу сюда спичку, необходимо включить на холостой вентилятор без пользы. Это нужно для того, чтобы теплый воздух из котельной зашел в дымоход и как бы улучшил тягу. Дело в том, что сегодня на улице погода, так скажем, самые плохие метеоусловия для теплых. Стоит густой туман плюс три безветренно. То есть, может даже быть в дымоходе пробка воздушная. Сейчас мы ее провем. Вот, включаем наш пульт управления. И всего лишь нажимаем старт. Вот, слышно, заработал вентилятор. Подождем, пускай три минутки поработает. Итак, вентилятор проработал три минуты. Нажимаем клавишу стоп. Вот, его выключили. И сейчас будем разжигать котель. Открываем загрузочную дверцу. У нас сегодня рожек с пичками. Удобнее, если надо делать газовым баллончиком. Но сегодня нет. Вот, нажимаем бумажку. В принципе, дело есть. И бумага тоже влажная. Вот, как видно, начало гореть. Двину обратной стороны не идет. Сейчас нужно подождать. Уже через пару десятков секунд горение пошло. Бумага сломенилась, некоторые щепочки. Закрываем дверь. Нажимаем кнопку старт. Сейчас вентилятор начнет давать воздух. Все, у нас разгорится. Так, прошло где-то около пяти минут с момента, как я поджег спичку. Котел уже вошел в режим набора температуры. Итак, посмотрим, как это выглядит в самой тонке. В принципе, вот это верхнее горение. То есть, здесь уже очень жарко сверху. Снизу еще дрова вообще просто лежат не тронутыми. Вот это правильная его опорта. Вот потихонечку растет температура на блоке управления и на независимом температурном датчике. Когда я зажигал спичку, здесь было около 13 градусов. На этом все. На этом все.